Игорь Шмидт, Игорь Шмидт Игорь Шмидт, Игорь Шмидт Игорь Шмидт Игорь Шмидт Игорь Шмидт, Игорь Шмидт Игорь Шмидт, Игорь Шмидт Игорь Шмидт Игорь Шмидт Игорь Шмидт Игорь Шмидт, 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 Игорь Шмидт, Игорь Шмидт Игорь Шмидт, Игорь Шмидт, Игорь Шмидт Игорь Шмидт, Игорь Шмидт, Игорь Шмидт, Игорь Шмидт, Игорь Шмидт которые записаны в Ветхом Завете. И это все описано, есть в этом смысл. Не для того, чтобы мы были специалистами по древней иудейской истории, не для этого. А для того, чтобы это то, что описано, стало для нас примером, уроком, и написано таким образом, для наставления, чтобы поставить нас в правильную позицию, чтобы помочь нам принимать правильные решения. Кому нам? Достигшим последних времен. Я абсолютно уверен, что есть две стороны, которые касаются жизни и служению в последнее время. Еще раз, я верю, что мы живем и служим в последнее время. Есть две стороны. Первая, я уверен, что Бог будет делать в последнее время то, что не приходило на ум, и то, что не видел глаз человеческий. Бог сделает больше того, о чем мы думаем, помышляем, ожидаем, просим. Он приявит себя невероятным сверхъестественным образом. У меня была встреча с одним пастором, мы сидели и начали разговаривать. И он говорит, пастор Василий, ты столько лет в служении, только в пастырском служении я больше 33 лет. И он говорит, ты столько лет в служении, у тебя было столько там всяких приключений, и сколько уроков ты можешь извлечь. Поделись со мной, как быть успешным в служении вот эти последние времена. И я задумывался и сказал ему, я сказал, я тебе ничего не буду рассказывать из прошлого. Потому что твой успех – это открытость для Бога, чтобы быть готовым, что Бог будет делать в будущем. А в будущем Бог будет делать то, чего ни я, ни ты мы еще не видели. И мы ожидаем чего-то особенного, великого. С одной стороны, но другая сторона, Писание говорит, потому что это как две стороны одной монеты. С другой стороны, Господь говорит, послушайте, то, что происходило с ними, может вас наставить, научить, может быть помочь вам. Увидев принципы Божьи, не просто иллюстрации, не просто истории, увидев принципы Божьи, сделать так, чтобы ваше служение приносило плоды и было лично для вас. Не только плоды для Царства Божьего, но и было лично для вас благословение. Хотя и то, и другое взаимосвязано, потому что мы люди Царства Божьего. Аминь. Итак, история, к которой я хочу, чтобы мы с вами обратились сейчас, это книга «Исход», третья глава. История связана с Моисеем. И с первого стиха начинается, написано, что Моисей пас овец у своего тестя, священника, и он провел стадо далеко в пустыне и пришел к горе Божьей Харив. Мы знаем, что Моисей, мы знаем, что Моисей – это человек, который пережил разочарование в своих попытках и стремлениях к служению Богу. У него такая история подъемов, успехов, потом таких радикальных падений. И здесь он нашел себя, ну, не совсем себя, но нашел, можно сказать, успокоение. Вот есть у него работа, он занимается этим делом, не совсем то, что он бы хотел, не совсем то, что он чувствует, но все стабильно и все спокойно. Конечно, ему непросто, потому что там он был премьер-министром, а здесь всего таксистом. Я был в Израиле недавно, и разговаривал с этим человеком, он говорит, как мне здесь тяжело. Как мне здесь тяжело. Я говорю, почему? Он говорит, ну, представь себе, я был директором, и он называет какое-то предприятие, подразумевается, что я должен знать вот это предприятие, потому что оно такого общероссийского масштаба. И он говорит, а здесь я вот на простой какой-то работе работаю. И я сказал ему, знаешь, что есть другие измерения. Мы меряем все не своими должностями и зарплатами, а своим призванием, которое есть у Бога. И может быть, это не так хорошо, как было там, но это правильно с позиции Бога. Ну, а Моисей, он пастух, и он делает такую вещь, которую я бы назвал профессиональная непригодность. Почему? Потому что он берет овец. Я вообще не специалист по пастушьему делу, но он берет овец и ведет их куда? В пустыню. Но мне кажется, что овец нужно везти на злачные пажки, а не в пустыне. То есть их нужно везти там, где есть корм. И Моисей их ведет туда. Видимо, было какое-то Божье там побуждение. Но я хочу сразу сказать, что Бог использует не только наши успехи и наши достижения, Бог еще может воспользоваться нашими ошибками. То есть не нужно думать таким образом. Если я где-то ошибаюсь, то я лишен возможности, что Бог снова и каким-то образом заметит меня, придет ко мне и будет заинтересован во мне. Наши, не наши ошибки, определяют наше будущее. Они влияют на настоящее и могут повлиять на будущее, если есть только ошибки и нету встречи с Богом. А вот встреча с Богом может все изменить. Еще раз. Встреча с Богом может все изменить. И вот здесь эта известная история. Вы знаете, эта история является частью моих нескольких проповедей. Поэтому, возможно, когда-нибудь я об этом уже и говорил, и вы где-то слышали. Слышали уже, нет? Никто не слышал эту историю? О, тогда я буду в деталях. Хорошо, я хотел так по скользящей пройтись по этой истории. И смотрите, что происходит. И написано, Моисей, он увидел, там появился ангел Господень, известная достаточно история, в терновом кусте, и ничего, казалось бы, удивительного, но куст, Моисей увидел, горит и не сгорает. Куст горит и не сгорает. И мы называем это знамение. В наших взаимоотношениях с Богом присутствуют и должны присутствовать знамения, знаки. Знаки, которые Бог использует для того, чтобы привлечь наше внимание или задать нашему движению правильное направление. Здесь не направление, здесь всего лишь нашего внимания. Бог привлекает внимание. И я думаю, я верю, я молюсь, чтобы вы были этим горящим кустом для многих и многих и многих. Поверьте мне, что сейчас время, а я об этом буду говорить сегодня в конце моего послания, когда Бог продолжает искать своих Моисеев для этого времени. Людей, которые откликнутся на его призвание. Может быть, не первый уже раз, может быть, повторно, но я чувствую, что Бог будет повторно обращаться к тем, кто уже были в служение или планировали, но не вошли в служение, Бог будет повторно привлекать их внимание. И давайте согласимся, что вы будете той царикой, тем служением, которое будет горячим кустом для многих. И Моисей сказал, Моисей сказал, пойду и посмотрю. И смотрите, что там дальше. Что это за великое явление? Конечно, великое явление. Вы часто видите ангелов? Нет. Ну, знаете что? Что Моисей говорит? Он меня удивляет. Отчего куст горит и не сгорает? То есть ангел явился там, ангел и куст горит и не сгорает. Моисея вообще ангел не интересует, только куст. Мне со мной было бы по-другому, если бы я увидел горящий куст и ангела, я бы, скорее всего, заинтересовался ангелом. Мы разные. И у Бога есть разные подходы к нам. И Моисей начинает идти, делает первые шаги. Бог привлекает его внимание. И смотрите, что происходит дальше. Господь увидел, Господь увидел, что Он идет смотреть и возвал Бог к Моисею. Что Бог увидел? Что Моисей идет смотреть. Что Господь увидел? что Моисей идет смотреть. Я абсолютно уверен, что когда ты шел сегодня на служение, Бог это видел. Я абсолютно уверен, что когда ты включаешь в Ютьюбе проповедь пастора Гора, ну, чтобы просто увидеть, посмотреть, или пастора Тура, или еще чей-то, ну, можно даже ведь океана включать проповедь, это тоже входит в комплект. то есть как только ты начинаешь что-то смотреть из того, где может присутствовать Бог, Бог это замечает, и я скажу тебе больше, Он это и отмечает. Я получил слово, это было в сентябре прошлого года, это уже больше года, я получил слово, Господь сказал мне, я буду отвечать на каждую инициативу в мою сторону. Вот незначительные, маленькая инициатива, появление интереса к тому, что я делаю, появление внимания, на каждую инициативу со стороны людей я буду отвечать чудесами и особенным вниманием. И когда я провозгласил это в прошлом сентябре в нашей церкви, и потом еще в нескольких церквях, но в нашей церкви, когда я провозгласил, то у нас начался какой-то период свидетельств. Человек выходит и говорит, у меня свидетельство, у меня свидетельство, я не хотел, мне там предлагали, я не хотел делать, потому что выглядит так, что ничего не получится, но я вспомнил это слово. Каждый, кто будет проявлять инициативу, Бог будет на это отвечать, Бог будет на это отвечать. И потом произошло, и потом произошло. Если бы вы меня спросили, а иногда меня так спрашивают, иногда интервью спрашивают, что вы считаете самым неприятным среди христиан или в христианстве, я отвечу одно, безразличие. Безразличие. Люди, которые проявляют хотя бы какую-то инициативу в отношении Бога, не останутся без ответа. И Моисей, Моисей увидел, что куст говорит, а Бог увидел, что Моисей не видит. Моисей пошел, и Бог пошел. И знаете, что? Самое главное, самое главное происходит дальше. И Бог возвал к нему. Бог начал говорить. Почему мне Бог ничего не говорит? Потому что ты никуда не движешься. О, я уже столько лет верующий, и Бог в последнее время особенно, Бог просто молчит, ничего не говорит. Вот когда Он будет со мной разговаривать? Когда ты начнешь делать определенные шаги? Бог разговаривает по делу, по существу. И когда ты вовлекаешься в что-то, что делает Бог, Он обязательно с тобой будет говорить. И Бог начал, Бог начал говорить с Моисеем, и для нас важно, что? Конечно, куст это хорошо, переживание это здорово, но самое важное для нас то, что говорит Бог, потому что мы знаем, что основа основа это Слово Божие. Еще раз, что мы видим здесь? Мы видим знамение, потом этот куст, который горит, мы можем сказать, что это особое переживание, когда Моисей подходит туда, он чувствует тепло, а это немаловажно, вечером он чувствует тепло этого куста, поэтому это особое переживание, это не просто естественное тепло, я думаю, что это такое вот тепло Божьего присутствия, и это особое переживание, нам нужны знамения, нам нужны в нашей христианской жизни переживания, но жизнь христианская строится не на этом, а на Слове. О, у меня такие были переживания, а что Бог тебе сказал? Да ничего. Бог привлекает наше внимание, Бог располагает наше сердце, для чего? Для того, чтобы мы могли принять, услышать и принять Его Слово. И смотрите, дальше. И Господь сказал к Моисею, вызвал и сказал ему, Моисей, Моисей, и он ответил, вот я, Господи, и Бог сказал ему, для нас важно, что Бог сказал Моисею, потому что не исключено, что для нас это может иметь, или к нам это может иметь тоже отношение. И смотрите, Бог сказал ему из среды куста, не подходи сюда, неплохо, Бог восстанавливает границы. Движение это не чрезмерный энтузиазм, мы делаем для Бога не больше, чем Бог ожидает для нас, или ожидает от нас. И сказал, не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих. И у меня сегодня есть послание для вас. Знаете, что Господь говорит? Вот слово от Бога прямо сегодня Господь говорит, знаешь, что тебе говорит? Разувайся. Я должен сделать небольшое отступление и попросить вас посмотреть Евреям 12 глава 2 стих. Евреям. Вы со мной, да? Евреям 12 глава 2 стих. Как вы знаете, Евреям 12 глава следует за 11 главой. А 11 глава это галерея героев веры. Это люди, которые стали примером веры, которые вдохновляют нас верить и показывают, как срабатывает то, что мы называем сверхъестественная вера. И вот 2 стиха есть потрясающая рекомендация. Там написано, смотрите на начальника и совершителя веры Иисуса. В одном из приводов сказано почему. Потому что от него зависит наша вера. И он есть инициатор и подвижник нашей веры. То есть Иисус вдохновляет нас верить. Он говорит, верьте, но Он не только вдохновляет, Он не только начальник, Он не только в начале, но Он еще и совершитель. Он помогает нам верить. Мы можем быть смирными с Иисусом. Как этот мужчина, отец, пришел за своего сына просить Иисусу. Иисус говорит, если можешь сколько-нибудь веровать все возможно верующему. И он говорит, верую, потому что понимает, что нельзя ожидать чего-то от Иисуса и не верить, а потом оценивать честно свое состояние. Вера это еще честность. Вера это не впечатлить Бога своей праведностью или своими достижениями. Вера это быть честным перед Богом. И он честно говорит, верую, помогу, помоги моему неверию. Иисус что? Помогает. Итак, мы смотрим на Иисуса. Ну здесь есть потрясающая рекомендация. Взирайте, взирайте, смотрите на Иисуса. Ни при каких обстоятельствах не уводите свой взгляд от Него. Это отдельная проповедь. Но все равно почему я об этом говорю? Потому что какое-то время назад событие за событием не то, что какие-то там возникают неприятные, сложные, как бы потрясения, а это все происходит весьма неожиданно. И вот я озадачился и молился, как я молюсь там периодически, Господь, ну хотя бы немного покажи, что нас ожидают впереди, что там будет в следующем году или в ближайшее время. Я молился, молился, и Бог мне ничего не сказал. Я немножко расстроился, потом пошел в YouTube, чтобы посмотреть, что Бог другим говорит, там посмотрел, одному говорит одно, другому другое, все хорошо, замечательно, но как-то мне это не слишком близко. И я снова молился, и Господь мне ответил. Вы знаете этот ответ, нет? Вы знаете, что мне Господь тогда сказал? Вы этого не знаете? Все, исправляем ситуацию. Господь сказал мне, в ближайшее время, слушайте внимательно, у разных людей, в разных местах все будет по-разному. Это, знаете, это без молитвы никак до этого не дойдешь. Без молитвы ты никак не поймешь. В ближайшее время, в разных людей, в разных местах все будет по-разному. И это правда жизни. Но значение будет иметь не то, что происходит вокруг тебя, а то, насколько в этих обстоятельствах ты будешь близок и сосредоточен на Иисусе. Не то, что будет происходить вокруг тебя, а то, что в этих обстоятельствах, в этих обстоятельствах, насколько ты будешь близок и сосредоточен на Иисусе. И уже вот несколько лет мое основное как бы послание и мое основное откровение, которым я живу и делюсь с другими, это близость со Христом. Но не просто близость, сосредоточенность на Иисусе. Потому что мы видим немало историй, когда люди были рядом с Иисусом, но вообще не понимали Иисуса. Даже ученики долгое время три года ходили с Иисусом и не понимали. Поэтому будьте сосредоточены на Иисусе. Это не просто будьте рядом, а научитесь понимать Иисуса. И тогда снова возвращаемся. Исход третья глава. Господь говорит Моисею, сними обувь. О чем это? О чем это? Разувайся. Я вспоминаю одну историю. В Рамине вы тоже не снимаете обувь, да, когда заходите домой? Ну, в крайнем случае, в большинстве случаев, которые мне известно, говорят, не снимай обувь, не снимай обувь. Как-то так не по Писанию. Вот Бог говорит снимай, а вот вы говорите не снимай. Кого мне слушать? Я вспоминаю историю, это было много лет назад. Первый раз мы с женой поехали в Америку. С Леной поехали в Америку. И одна семейная пара, они, это буквально первые дни, вот первый раз и первые дни. И одна семейная пара, они пригласили нас, чтобы мы с ними куда-то поездили. Они не хотели нас так особенно впечатлить. И возили в одно место, в другое место. И что-то очень долго возили. И я сильно проголодался. Я говорю, Лена, ну я уже кушать хочу. Хоть бы покормили. То есть в Рамине бы сначала покормили, потом бы возили. Так или не так? А потом бы снова покормили на полпути. А там, как бы, скажем, а там, как бы, нет. Вот возят, возят, возят и возят. И потом вдруг этот мужчина говорит, ну, брат, Господи, говорит, поехали к нам домой. И я так обрадовался. Я говорю, о, Лена, хорошо, сейчас покормят. И мы приезжаем, то есть они зашли в дом, и Лена заходит, и я захожу, и мы начинаем разуваться. Мы начинаем снимать обувь, а он говорит, обувь не снимайте. Я говорю, Лене, зря надеялись, кормить не будут. Ну, потому что у нас вот в российской культуре, в русской культуре, таким образом, что, ну, если тебе говорят, не снимай обувь, то мы тебя здесь не ждали. Так ли так? То есть если тебе, если я кому-то позвоню в дверь, и он скажет, не снимай обувь, это означает, что кормить я тебя тут не буду. Когда я приду к кому-нибудь в гости, позвоню в дверь, он говорит, заходи, я скажу, не, не, я не буду снимать обувь. Это означает, что я зашел не для того, чтобы провести с ним время, а для того, чтобы что-то взять у него. Когда я говорю, не, не, я не буду снимать обувь, дай мне. И дальше я говорю, что мне нужно. И вот такое обутрие христианство. Не то, что к Богу не заходит, но так, по-быстрому, чтобы обувь не снимать. А почему не нужно разрываться? Потому что нужно куда-то спешить, куда-то идти, что-то делать. А когда, когда я куда-то прихожу, звоню в дверь, мне говорят, слушай, разрывайся, заходи. Это означает, что будет чай с колбасой. И с сыром, и с пельменями, и все остальное. Когда мне говорят разрывайся, это означает, что меня здесь ждут, что со мной хотят провести время, что ко мне дружелюбно настроены. И у нас будет общение. И Господь сегодня говорит, а научитесь разрываться. Вы уже научились забегать, так, знаете, как бы, скажем, чтобы что-то попросили, чтобы взять. А как насчет того, чтобы проводить со мной время? Ну, столько, столько беготни. Дорогие друзья, когда мы снимаем обувь, это означает, ну, как минимум, мы достигли цели этого дня. Я вот сегодня буду ходить весь день обутый, а когда приду домой, разуюсь, это означает, что я пришел в конечное место моего назначения в этот день. Это мой дом. Это моя семья. И Бог, когда Он говорит нам, снимайте обувь, Он говорит, я конечная цель вашей жизни, вашего хождения, давайте научитесь разрываться, научитесь снимать обувь, научитесь проводить со мной время, потому что приходят времена, когда обстоятельства, мы ждем изменения обстоятельств, а нам нужно ждать не изменения обстоятельств, а научиться пребывать в близости с Иисусом. Я не буду рассказывать в деталях, но я думаю, что я рассказываю эту историю, потому что это было лет пять назад, когда у меня было такое переживание, когда я молитвенно ходил и застыл, и не мог двигаться. Я рассказывал вам эту историю. У меня было такое переживание, я молитвенно ходил, застыл и не мог двигаться, в молитве стоял. И это взяло много времени Потом, когда уже меня отпустило Как бетоном залило мои ноги И когда уже отпустило, я спрашивал Господь, а что это? Это же какое-то знамение, к чему это? То есть это не для того, чтобы я кому-то рассказывал Вот Бог мне ноги цементом заливал А вам заливал? Нет, ну растите духовно Нет, я спрашиваю, а чему это? И Господь говорит, наступают времена Когда вперед смогут идти только те Которые будут способны останавливаться Ради меня и ради моего присутствия Привед смогут идти только те Которые будут способны останавливаться Говорит Господь, ради меня И ради моего присутствия И давайте вернемся тогда В третью главу книги Исход И вот Господь говорит Моисею, сними обувь Не подходи сюда И Господь говорит Следующий, седьмой стих Вот для нас очень важен сейчас седьмой стих Мы подходим к сути того Что бы я хотел сегодня про Вас встретить и сказать Господь говорит Моисею И сказал Бог Моисею Я увидел страдание И Моисей сказал, аллилуйя Господь сказал, я увидел страдание Господь не просто увидел страдание Он сказал, я услышал вопль Я знаю скорбь Это же хорошо, что Бог видит, знает и слышит И Господь говорит, я увидел страдание Я увидел страдание И Моисею, наверное, подумал Ну и наконец-то хоть кто-нибудь Да не кто-нибудь, сам Бог увидел мои страдания Я уже так устал С этими овцами С этим тестем Я уже вообще как бы дезориентюю Как я тут оказался В пустыне с овцами Планировал вообще-то на злачной эпажете Я в пустыне оказался Все Из истощения Там, где бы хотел быть Меня нету Там, где не хотел бы Вот оказался А Господь увидел Наконец-то Бог увидел страдание Но посмотрите, как здесь написано Господь говорит Я увидел страдание народа моего Услышал вопль их И знаю скорби их Удивительно Бог смотрит на Моисея И как будто не замечает То, что происходит в его жизни Бог как бы смотрит на Моисея И смотрит через Моисея Он как будто смотрит Как будто смотрит через Моисея И это не означает У меня есть отдельная проповедь на эту тему Это не означает, что Бог Не хочет помочь Моисею И очень часто так бывает с нами Да я бы считаю, что во многих случаях Что когда Бог смотрит на нас Он кого-то видит Кому Он хочет помочь через нас Поэтому было бы неплохо Было бы неплохо Иногда в молитве Говорить следующим образом Господь Когда Ты смотришь на меня Кого Ты видишь? Когда Ты смотришь на меня Кого Ты видишь? Когда Ты смотришь на меня И Бог смотрит на нас. Я сразу хочу сказать, что когда Бог через нас помогает другим, Он помогает и нам. У меня эта история, я вынужден снова оправдываться, что, может быть, я ее в очередной раз повторяю, а может быть, и нет. Мне эта история, когда в начале моего служения мы переживали невероятные пробуждения в Нижневартовской, рост царьки, умножения, чудеса, знамения, все, прямо все. Люди калились, но в своей семье я был первый, кто был спасен. По-настоящему спасен, не религиозный, хотя в моей семье и религиозных-то особо не было, но не религиозный, он спасен. Я приезжал в личную встречу с Иисусом, и вдруг в один момент я вспомнил это местописание. Не забывайте, что дьявол тоже иногда использует места Писания, чтобы дать нам ложное направление. И я вспомнил это местописание. Кто о своих, о родных, о близких не заботится, тут хуже неверного и как будто о трех сотвере. И вдруг я осознаю, что я привожу к спасению уже сотни людей, которые мне вообще неизвестны, я их не знаю, я никогда с ними не соприкасался, а все мои родные и близкие не спасены. Я подумал, нет, все, нужно прекращать это. Нужно делать все правильно. Я принимаю решение не отказаться от служения, от призвания, принимаю решение приостановить себя. Вот, служение приостановить до тех пор, пока мои родные и близкие не спасутся. Я думаю таким образом, я уеду в то место, где они живут, буду с ними, и только тогда, когда они спасутся, я вернусь в Нижневартос, чтобы продолжать служение. Я был радикально настроен, купил билет на самолет, и утром, утром я стою, помню, в коридоре, уже нужно ехать в аэропорт, за мной приехала машина, и решил помолиться. Я чувствовал, что молиться не надо, но как-то уже, знаете, выработанная привычка, выработанная, почему некоторые люди не молятся, знаете? Потому что они боятся, что Бог ответит. И я там стою такой и говорю, Господь, благослови меня. И Господь говорит мне, я тебя не благословлю. Я говорю, как ты меня не благословишь? Ну, я имел в виду, дорогу благословить. Да, Господь говорит, я не благословлю тебя в твоем намерении и решении. Почему? Потому что у меня есть другой путь. У меня есть другой путь. Иисус не только цель, Иисус еще и путь. И нам нужно видеть не только цель, нам нужно еще видеть, как Он нас ведет. Да, это Его цель в отношении твоих родных, близких, чтобы все были спасены, чтобы никто не погиб. Но у Него есть и путь. И Иоанн говорит, Господь говорит, нет. Я говорю, почему? Господь говорит, потому что я хочу, чтобы ты оставался здесь. А как мои родные и близкие? Господь говорит, будешь заботиться о моем доме, я позабочусь о твоих родных и близких. Будешь заботиться о церкви, я позабочусь о твоей семье. И я делаю эту историю короткой. И все мои родственники, они спасены. Все пришли к Иисусу. Включая моего отца, о котором я думал так. Даже если весь мир спасется, и будет один человек, который не примет спасение, то это будет мой отец. И смотрите, Моисей говорит, Господь говорит Моисею, я услышал страдания народа моего, иду избавить, иду избавить. Дорогие друзья, важно не просто видеть страдания людей, важно слышать не только жалобы людей, важно понимать, что через нас Бог хочет отвечать людям. Запомните, мы с вами здесь, как община, как служение, как верующие люди, мы с вами здесь. Знаете почему? Потому что Бог видит других людей, и Он хочет помочь этим людям, и Он хочет помочь через нас. И мы, и мы должны видеть не только страдания, мы не только должны слышать просьбы, мы не только должны понимать какие-то проблемы, которые есть в жизни людей, и мы должны понимать, что Бог избрал нас, помазал нас, оснастил нас, научил нас, приготовил для этого времени, чтобы мы были ответом на страдания, на вопли, на просьбы и на скорби людей. И все святые доскажут. Даже если музыка будет играть, то это не означает, что я уйду со сцены. Это такой знаменем для меня, знак, да? Закругляемся? Хорошо. Не-не-не, я шучу. Все правильно. И теперь послушайте, я подхожу к завершению моей проповеди, и Господь говорит, я иду избавить. Ну и Моисей такой, знаете, говорит Господу, ну Господь, здорово, ну, я, я, иди, иди. Мне, ну, и вам тоже, наверное, звонят какие-то там представители разных организаций, которые мы не просили, чтобы не звонили, да? И мне звонят, здравствуйте, я сотрудник такого банка, я говорю, поздравляю вас, великое достижение вашей жизни, поздравляю, до свидания. Здравствуйте, я представляю такую организацию, поздравляю, великое достижение вашей жизни, до свидания, то есть поздравляю. И Бог говорит с Моисеем, и говорит, я увидел. И что дальше говорит? говорит я иду их избавить я иду их избавить я иду их избавить послушать я кому-то хочу прямо сейчас сказать ты переживаешь за своих близких за своих родных за ту ситуацию которых они оказались господь говорит сегодня я иду их избавить я на пути я постараюсь к ним я иду им помочь я иду им помочь я иду им помочь твои молитвы и их вопли услышаны господь говорит я иду им помочь и моисей наверно говорит ну господь иди я буду молитвенной поддержка для тебя ты туда иди а я тут у куста главный куст не гаси главный вкус не гаси и там к овцам немножко немножко ты выше бы было все тут как бы сделать чудо ты ваша бы ослаб пустыне куст не не еще я буду тебя молитвенно поддерживать вот тут у куста посмотрите что говорит господь господь говорит я иду их избавить и дальше 10 стих и так пойди и так пойди я посылаю тебя и так пойди я иду но ты пойди какая привилегия что бог не проходит мимо нас какая привилегия что бог не просто замечает нас для того чтобы разобраться с нашим прошлым а бог замечает нас для того чтобы позаботиться о будущем других людей бог пришел иисус пришел не только для того чтобы разобраться с нашим прошлым он пришел чтобы через нас позаботиться о будущем многих людей и и и он говорит он говорит он говорит иди я посылаю тебе идея посылать когда я молился о сегодняшнем служении это проповедь это послание у меня имеет несколько вариантов то есть это я не часто проповедую об этом у меня есть несколько вариантов и когда я молился я получил это слово что господь восстанавливает призвание к миссии по-разному может быть миссии господь восстанавливает призвание к миссии господь восстанавливает призвание к миссии есть есть немало 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 людей которые могли оказаться в том же положении что и мосею 1 главе их жизнь это это совокупность утерянных возможностей потому что мы все потерял возможности он знаете он и премьер-министрами ли там фареоном египта не стал и служителем не стал у него было это это возможность он потерял кто-то скажет моя жизнь это знаете такой набор утерянных возможностей там возможно было то здесь было возможно то и как-то все как все мимо меня кто-то скажет что моя жизнь это набор трагических решений но призвание никуда не девается я очень коротко потому что это касается в первую очередь скорее всего тех кто уже давно верующий апостол петр пишет свое послание и говорит рассеянным тем которые поразъехались не странным а странником рассеянным странником то есть тех кто оказались в других местах и дальше он пишет избранным смена места не аннулирует призвание он пишет это письмо и говорит послушайте где бы вы не оказались где бы вы не оказались вы по-прежнему остаетесь людьми у которых есть призвание и я говорю сейчас даже не о географическом местоположении или нахождении нашем здесь или в другом месте где бы вы сегодня не оказались Моисей оказался в числе пастухов но никуда не являлось его призвание и я верю что сейчас Бог приходит время когда Бог будет снова искать Моисею снова будет постираться к тем людям которые имеют миссионерское призвание или призвание к миссии в разных формах в разных измерениях то есть это по-разному появляетесь не пугайтесь этого определения Господь когда-то говорил вы слышали потом вы приняли другие решения Господь побуждал вас но вы не откликнулись на это этот призыв Господа и Бог снова приходит Бог снова будет приходить Бог снова будет приходить ты знаешь свое призвание и когда мы говорим миссия это войти в свое призвание это может касаться твоего служения здесь и сейчас но ты просто не откликнулся ты не ответил на это тогда я не говорю что прямо сейчас но я верю что в это время в это время вот сейчас и позже Бог будет приходить и снова к тебе говорит, будет давать знамение, будет напоминать. Смотрись перед Господом. Смотрись перед Господом. Смотрись перед Господом. Время, 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 время. Время, когда Господь снова хочет поднять своих Моисеев. Мы так начали весело с того, что я очень интегрирован в общении с армянами, в служении армянам. Это правда, но этому есть причина. Не все, наверное, знают, я ее расскажу. Это было начало 90-х, я не помню, какое начало. Тогда еще Армения была в блокаде и никак нельзя было долететь. Армения была в блокаде. Я помню, я прилетел то ли в Хабаровск, то ли в Владивосток. У меня была конференция, я служил там. И когда я был в аэропорту, меня привезли в аэропорт, когда я был в аэропорту, я увидел группу армян. Они собрались вместе, стояли там, разговаривали между собой. И, видимо, они кого-то одного отправляли на родину и давали ему там что-то. Давали генди, не генди, но что-то там давали и все-все. И когда я проходил мимо, Господь сказал мне, это было 90-х, мы сейчас здесь сидим, это было 90-х, наверное, до 4-го, 93-й год, или начало 94-го, Господь сказал мне, они думают, что они разъехались по разным городам и по разным странам для того, чтобы решать свои проблемы. Придет время, Господь говорит, я буду использовать их для своей миссии и для своих целей. И я верю не мессианское призвание армян, но я верю в миссионерское призвание. Я верю, что есть это мессианское призвание. Я верю, что есть много людей среди всех народов, но есть что-то особенное с вами. Когда Бог призывает, Бог поднимает и будет, будет поднимать. И будет, 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 будет поднимать. И знаете что? Бог будет делать великую работу. И Он хочет, чтобы вы были частью этого. Он хочет, чтобы вы были частью этого. И я хочу сказать сразу, есть личные обращения. Бог к кому-то личному будет говорить, послушай, напоминать. Ты же знаешь, ты же знаешь свое призвание. Или ты знаешь место своего призвания. Но есть другой момент, когда мы говорим, что Бог восстанавливает, восстанавливает такое миссионерское призвание в своем народе. это касается так же и состояния церкви. Это касается и состояния церкви. Здесь, пастор говорит, Бог будет затрагивать людей через чудеса и через личные прикосновения здесь на служении Бог будет вводить людей в призвание. В это воскресенье, в прошлое воскресенье я попридал в Липецке. Пастор Михаил он передавал церковь, две церкви. И мы руку полагали двух молодых 31-32 года пасторов, семьи, крупоположенные, на пасторское служение. Пастор Михаил потрясающий служитель. Замечательный пастор. У нас там хорошая работа. Вы знаете, что? Как было? В Нижнемартовске в 90-е годы в Нижнемартовске в 90-е годы идет служение. Я стою на служении, я получаю слово знания и говорю, кто-то есть здесь. Ты стоишь здесь, ты приехал сюда, чтобы решать свои вопросы, сделать вот это, вот это и уехать. Но так говорит Господь. Ты спрашиваешь меня, что ты хочешь? Что ты хочешь? И Господь говорит, я не помню в деталях, Господь говорит тебе, я хочу, чтобы ты стал моим служителем. И когда я так говорил, я увидел мужчину, которого я раньше не видел, рядом с ним, ну парень еще тогда, какой мужчина? Парень, с ним женщина, и это оказалось его жена, он стоял, и когда я так говорил, он начал плакать. Он ничего не сказал, не подошел ко мне. Мы начинали библейскую школу у нас тогда в том году, оставалось где-то неделю до начала библейской школы. Он был бизнесменом, у него был бизнес на Камчатке и в Москве. Они здесь обосновались в Москве, запустили бизнес, все было хорошо. У них еще была квартира в Нижневарцевск, они приехали в Нижневарцевск, чтобы распаковать, чтобы запаковать точнее все в контейнер, они приготовили контейнер, завтра они должны были утром отправить контейнер, а послезавтра утром улететь. И зашли на служение. Он когда-то принимал спасение, но какое спасение, если бизнес пошел? И он зашел на служение, встал, произжил Божье прикосновение, говорит, Господь, вот у меня есть решение, а что Ты хочешь? И Бог коснулся его сердца, они вернулись домой, распаковали контейнер, пришли, записались на библейскую школу, учились в библейской школе. Была печать, было видно, что на его жизни есть пастырское призвание. Я мечтал, когда мы заканчивали библейскую школу, я мечтал, что он закончит библейскую школу и будет одним из помощников, останется в церкви и будет нести пастырское попечение. Перед окончанием, перед окончанием библейской школы он пришел ко мне и сказал, пастырь, Бог сказал мне, что я должен ехать в грязи, а я хотел, чтобы он был Нижневартовский, мой помощник. Я говорю, Миша, послушай, где Бог, а где грязи? Вот Бог и Нижневартовский, это понятно. Грязи, это вообще, что это такое? Что это такое? Грязи. Узловая станция в Липецкой области. Я говорю, Миша, даже не произноси это слово. И я думаю, я не верю, что Бог мог тебе сказать грязи, если я хочу, чтобы ты был моим помощником. И я думаю, это просто какая-то ложная идея, которую он получил. Все, закончится библейская школа, завтра мы благословляем студентов, и я с ним радикально переговорю. Они встали в одну линию, они встали в одну линию, стоят, я подхожу, благословляю студентов, в конце школы подхожу, возлагаю руки, на меня сходит Дух Святой, я начинаю плакать, и Господь говорит мне, отпусти его, отпусти его для меня. И я говорю тогда им, что, и Господь говорит, даже если бы одни-одни учились в библейской школе, этого было больше, чем достаточно. И сегодня по плодам мы видим, и сегодня по плодам мы видим. И тогда, когда Господь говорил мне, просто поговорил мне, это не стало причиной того, что произошло, это просто стало для меня понятным, это слово, которое сделало для меня что-то понятным в работе Божьей, в планах Божьей. Тогда говорил, они думают, что они разъехали, чтобы решать свои вопросы, а придет время, я их буду использовать для своих целей, и теперь мы вот видим здесь, и в многих других местах, многих других странах, мы видим, мы видим, но знаете что, Бог еще не закончил. Он даже еще по-настоящему, наверное, и не начинал. Я так думаю, и я знаю, что я хочу сказать сейчас, что будет новая волна. И пастор говорит, через ваше служение, через чудеса, я бы мог рассказывать много историй, но не надо, через чудеса, через дары, через прикосновения, люди будут сюда приходить с одной целью, чтобы погреться, погреться у куста, а потом они будут становиться людьми, которые идут ради Христа. Зайдут сюда, чтобы погреться у куста, а выйдут людьми, которые готовы идти до края земли ради Христа. И поэтому я молюсь сейчас, чтобы у вас был этот куст, ради которого люди хотят прийти сюда. И он есть уже у вас. Тут потрясающая атмосфера. Вот так я так проповедую, я думаю, приду и блесну, что я хороший проповедник. А вы знаете, особенность хорошего проповедника? Блажен, кто проповедует кратко, ибо его еще позовут. Вот. Я думаю, вот приду и удивлю всех краткостью послания. Не получается у меня. Атмосфера. Нет, нет, я закругляюсь. Атмосфера. Удивительная атмосфера. Я зашел сюда, так и хочется здесь, вот прям прилечь вот здесь. Снять обувь и сидеть здесь, и разговаривать, и общаться, и просто наслаждаться этим присутствием. Вы создаете, друзья, вы создаете здесь потрясающую атмосферу. Это удивительная комбинация. Люди, любящие Господа. Люди, почитающие Господа. Любящие Его присутствие. Помазанные служителя. Невероятно, невероятно оснащенные, отдаренные пастыры. Просто невероятно. Невероятно. Я так горжусь, что Горя мой друг. И у меня есть в завершении, у меня есть два таких момента, когда мне говорят, Артур Симонян, я говорю, да, он мой друг. И у меня есть одна фишка. Я говорю, мы подружились с Артуром, стали друзьями еще до того, как он стал пастырем. То есть я стал его другом не потому, что он пастырь. Я уже был пастырем и достаточно известным. И мы подружились с Артуром. И с Горем я подружился, когда он просто возил меня в музей и рассказывал мне, какие картины красивые, какие некрасивые, потому что я вообще не мог отличить хорошую картину от просто картины. А Горь все знает. Так здорово. Невероятные влияния, невероятные влияния, невероятные промазания. И благородство, благородство, благородство. Я молюсь сейчас об этом тоже. Благородство, которое у вас есть, у вас есть, оно будет привлекать многих людей. Но люди будут сюда приходить не только для того, чтобы получить восстановление и исцеление, а для того, чтобы войти в свое призвание. И это призвание, миссия, я сейчас не говорю международная миссия к другим народам, я говорю сейчас, миссия, как движение к кому-то, к другим людям ради Христа. Аминь. Давайте поднимемся. Аллилуйя, драгоценный Господь Иисус. Аллилуйя, Иисус. Драгоценный Господь, я благодарю Тебя за эту возможность служить сегодня. Я верю, что это время, когда Ты приготовишь нас особенным образом к тому, что Ты будешь делать в грядущие дни. Ты помогаешь нам оторваться от обстоятельств, остановиться ради Тебя, остановиться ради Твоего присутствия. Не отрывать свой взгляд от Тебя, Господь. Смотреть на Тебя, потому что Ты и начало, Ты и конец нашей веры, Ты наш путь, Господь. Спасибо Тебе, спасибо Тебе, что Ты отвечаешь на наши инициативы. Я молюсь сейчас, я молюсь сейчас, я молюсь сейчас, Господь, чтобы на те инициативы, которые даже не в поступках, а в молитвах, Господь, где-то проявляют себя. Я молюсь сейчас, Господь, чтобы это ответил, чтобы Ты пришел, Господь, Ты пришел, Ты пришел, Ты пришел, чтобы на любую инициативу, которая угодна Тебе, Господь, Ты ответил своим участием, своим участием. Молюсь об этом во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь, что Ты видишь, видишь ситуацию с нашими родными и близкими, и Ты идешь, чтобы помочь им, Ты идешь, чтобы им помочь, Ты им помочь. Спасибо Тебе, Господь, что Ты служишь нам, когда мы служим другим. Спасибо Тебе, Господь Что когда мы заботимся о церкви О царстве Твоем Ты заботишься о наших семьях О наших родных и близких Спасибо Тебе за это, Господь И мы благодарим Тебя Что Ты не приходишь мимо нас Что Ты не приходишь мимо Что Ты приходишь, чтобы Вернуть нас В то призвание, в то предназначение Которое изначально Изначально было у Тебя для меня и для каждого из нас во имя Иисуса Христа. Благословляю каждого в отдельности, благословляю собрание, служение во имя Иисуса, благословляю общину во имя Иисуса Христа, Господь. И пусть воля Твоя, благая, угодная и совершенная, так, как есть на небесах, явится для нас и через нас здесь на земле. И все сказали, и все святые, избранные, расскажут Аминь. Аминь. Постой Бог. Спасибо большое. Слава Богу. Кому вообще не понравилось слово? А кому очень понравилось? Слава Богу. Спасибо, пастор Василий. Пусть Бог обильно благословит тебя. Я эту фразу обязательно для себя вот везде вот буду вспоминать. Это ударное. Вот пришли согреться у куста и пошли сделать что-то для Христа. Вот что-то так вот. Это вообще бомба. Вот очень важно, да? Очень важно, потому что люди иногда приходят, чтобы согреться, и думают, все, я согрелся, могу идти по своим работам. Нет, ты пришел согреться у куста, чтобы пойти для Христа. Аминь. Это очень сильно. И если мой тебе совет, вот когда пойдешь домой, когда вот на нашем канале будет это слово, ты обязательно еще раз, каждое изречение оттуда, одна проповедь, одно слово для нас. Аминь. Обязательно посмотри еще раз. Пусть Бог обильно благословит пастор Василий. Мы очень рады, что ты с нами, но как-то очень редко ты к нам приходишь. Я не знаю, это наша ошибка, думаю. Все, слава Богу, все, вопрос решен. Спасибо большое. Я много чего для себя взял. Пусть Бог обильно благословит. Никто здесь случайно не находится. Аминь. И если ты даже ушел из своей страны, это не случайно. Ты там где-то, но Бог тебя видит. Аминь. Парк Касун. Парк Тиро Чесрельнерс. Минчеворк Верчастненький срываться. Равицунами кареворгарского разумеем. Парк Касун. Парк Касун. Спасибо за просмотр! 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 Спасибо за просмотр!